Как взрослым и детям не стать жертвой мошенников и как уберечь своего ребенка от негативного влияния? Ответы на эти вопросы получили родители новошахтинских школ на очередном всеобучии, который состоялся в средней школе номер один. Мероприятие у нас направлено на повышение правовой грамотности родителей. Вопросов будет на самом деле рассматриваться много актуальных. Один из вопросов это профилактика правонарушения преступности в детско-подростковой среде, как избежать беды. Второй вопрос не менее актуальный кибермошенничество, интернет-мошенничество, телефонное мошенничество. Об этом тоже сегодня в очередной раз родителям напомнят представители правоохранительных органов, как обезопасить ребенка в сети интернет. Будут озвучены вопросы, вопросы профилактики гибели детей от внешних причин, вопросы соблюдения 346-го областного закона. В общем, наверное, всю ту законодательную базу, которую родитель должен знать и помнить, и соблюдать. Мошенники постоянно совершенствуются в своем навыке обманывать доверчивых людей и придумывают новые способы обмана. Поэтому бедительность должна быть на высоте. Нам обзванивают каждый день сотрудники банка, сотрудники риэлторских организаций, сотрудники сотовых. В связи поменять или обновить наши данные, наши сим-карты. Говорят сотрудники безопасности банка о том, что на вас берут кредиты, вам необходимо открыть безопасные счета. Вам предлагают инвестировать какие-то денежные средства на сайты, в организации для получения дополнительной прибыли. Я могу сказать, что это все мошенник. Ваш номер берут и начинают постепенно обзвонить. Позвонили раз, узнали ваше поведение, имя общества, второй раз позвонили от другой организации, узнали, когда вы родились, а третий раз позвонили, узнали, где ваш адрес проживания, и четвертый раз, где вы работаете. Для этого, для мошенничества действия, это вполне достаточно, чтобы лиц вам доверен и, значит, вас обрабатывать в том плане, чтобы вы пошли, взяли кредит, чтобы вы внесли деньги в какую-то либо организацию для получения дивидендов с этой организацией и так далее. Просьба для того, чтобы предотвратить мошеннические действия, кто бы вам ни звонил. Сотрудники банка, сотрудники полиции, сотрудники ФСБ, сотрудники пограничники, сотовой связи, риэлтосты и организации. Просто на просто отключайтесь. Потому что полковник ФСБ не заинтересуется простым бухгалтером, на которого взяли кредит, я так говорю, 800 тысяч. И надо организовать дополнительный счет, безопасный, на него перевести деньги. Никакой сотрудник ФСБ данным делом не занимается. Сотрудники безопасности банка тоже этим не занимаются. Сотрудники сотовой связи присылают сообщения на обновление услуг, своих услуг, нам уведомление в госуслугах, что надо обновить данные через сайты госуслуг. Также взламывают у нас сайты госуслуг, личные кабинеты для получения всех данных. Как правило, представляются организации сотовой связи, говорят, что необходимо обновить ваши данные, что нам надо доступ к вашему личному кабинету. Тут приходят смски, но люди, как правило, в суматохе в ходе разговора говорят коды, приходящие им на телефон, но не читают о том, что данные коды нельзя никому не говорить. И называют данные коды, что умышленники выскачивают все ваши данные. Если родители из слишком большой занятости не знают, с кем общаются их дети и где они проводят свободное время, то найдутся люди, которые захотят тереться к ним доверие и подтолкнуть на какие-нибудь преступления. Родитель должен становиться для ребенка прежде всего другом, уделять внимание, что ребенок делает в сети интернет. Внимание – это не тотальный контроль, то есть не нужно ограничивать ребенка, следить постоянно за ней, не доверять. Нужно проводить, как у нас это называется, негласную проверку. Выжегка заглядывать, смотреть, что ребенок размещает на своей странице, с кем он общается. Потому что никто от этого не застрахован, если мы говорим, что наш ребенок не такой, он все это знает. Да нет, там работают прекрасные психологи, которые знают, как родиться к ребенку в доверии, знают, как найти подход. Если родители не уделяют должного внимания своим детям, не проводят с ними беседы, не интересуются их личной жизнью, то дети начинают себе искать людей, друзей, не в лице родителей, а в лице посторонних людей. Все мы, думаю, слышали, что за денежную плату наших детей просят поджечь их инкомата, внести фотографии каких-то зданий. Я думаю, что с детьми нужно беседовать, объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, должны это делать в жизни учителя, родители. Просьба есть такая, интересуйтесь жизнью своих детей и не превращайте это в тотальный контроль. Еще есть одна очень хорошая поговорка – доверяй, но проверяй. Излишняя свобода может привести к печальным последствиям. Ответственность, даже если это несовершеннолетние, никто не убирает. Всем закон един от 8 лет за сбыт. Точно так же чуть меньше срок это за хранение, за употребление наркотиков, но даже если ребенок употребил наркотические средства, это печать на всю жизнь и в базах это все есть. То есть на работу никогда впоследствии на нормальную высокооплачиваемую он уже не устроится, потому что все это в базах будет наблюдаться и прослеживаться. Все сбыты сейчас, наркотические средства происходят на территории города, не только у нас, но сами знаете, по всей России, все ушло в сеть интернет. То же самое сейчас идет вал употребления СДВ, если на действуют вещества это таблетки. Точно так же, если вы увидели у ребенка таблетки в кармане, спросите, где нашел, кто дал, кто передал. Это начинается с малого. Все, в общем, в ихнем узком кругу несовершеннолетних, это идет как шалость. Да, что ты там покушай таблетку, прикайпуешь, как на ихнем сленге. Вроде бы это смешно, но эти таблетки, они приводят к последствию здоровья, то есть отказа печени, почек и так далее. Это не просто лекарственные средства, их назначают лицам больным в определенной дозе. А так как они употребляют по незнанию все это, это приводит к необратимым последствиям, которые потом зачастую, иногда приводят к летальному исходу. В вопросах правового поля все разбираться не могут, поэтому подобные всеобучи и направлены, чтобы помочь родителям знать свои права и обязанности. Мы тоже нуждаемся в этой информации. Интернет нам настолько много не даст. Насколько здесь, мы все равно развиваемся, мы слушаем и доносим это нашим детям. Конечно, мы же должны быть осведомлены, немного подкованы в таких вопросах, как правовая грамотность. Мы должны какие-то юридические аспекты также знать, хотя бы в какой-то малой степени. Детям и подросткам легко растеряться в этой жизни, поэтому без помощи родителей им не обойтись.